Музыка Жители Архангельска, готовясь к Арктическому форуму, вышли на субботник. Работы развернулись у стен Морского музея на площади перед Драмтеатром, а также в Петровском сквере. Прибрать город после зимы приходили целыми семьями. Впереди двухмесячник по благоустройству города. В порядок будут переводиться зеленые насаждения, парки и скверы. Должный вид приобретут фасады зданий и тротуары. Хочется жить в чистоте. Вот даже простой пример. В прошлом году мы у себя дома подъезд перемонтировали, плиткой выложили. Очень красиво стало, приятно домой возвращаться. И вообще хочется, чтобы было. Было вообще приятно. Приятно ходить по улицам, приятно смотреть, приятно гулять. Музыка Владельцы сгоревших на прошлой неделе в Урдаме катеров заявили о бездействии правоохранительных органов. Напомним, в ночь на 20 марта у переправы через Вычигду в деревне Паламыш в результате поджога были уничтожены два катера буксира. Пострадавшие в ходе нападения злоумышленников сторож до сих пор находятся в больнице. По словам предпринимателей, за последние три года это не первое нападение на имущество бизнесменов, организующих паромную переправу в Урдаме. Так, два года назад неустановленные злоумышленники пытались сначала сжечь, а затем потопить баржу, задействованную в автопассажирских перевозках. Кроме того, был случай ночного поджога катера буксира вместе с командой внутри. Капитан судна тогда получил серьезные ожоги. Который мы в этом регионе тоже старались развивать. Туризм стараемся развить, привлечь гостей, чтобы к нам приезжали. Был построен гостевой дом в деревне, 20 километров до мы. То есть стоимость дома 10 миллионов рублей. Его сожгли дотла. Наша телекомпания готовит официальный запрос в правоохранительные органы о сложившейся в Урдаме ситуации. Сегодня на лыжном стадионе в Малых Карелах открывается третий международный образовательный форум «Арктика сделанного России». Молодежный саммит соберет 174 ученых, чьи научные интересы связаны с изучением Арктики, в том числе 23 иностранных гостя. Больше всего участников форума из САФУ. Главной темой образовательной площадки станет развитие опорных зон в Арктике. В день открытия форума состоится лекция губернатора Архангельской области Игоря Орлова на тему «Арктическая зона России. Уезжать или жить и развивать». В дни Арктического форума в Архангельске выступит гордость нашего края, прославленный Государственный Академический Северный Русский Народный Хор. Коллектив прославился на весь мир благодаря прекрасному вокалу, детально воссозданным народным костюмам и, самое главное, старинным поморским песням, бережно сохраненным до наших дней. Для гостей форума артисты подготовили две программы «Приезжайте к нам на север» и «Край наш поморский». Прозвучат песни Архангельской области, удивительные песни о Белом море, северные скоморошины, частушки. Особое внимание мы уделили костюмам. Пинежские, лишуконские, мизенские наряды будут на наших исполнительницах. 1 апреля в Архангельске состоится уникальное шоу. Его участники – люди, зеркально похожие друг на друга. Шоу Близнецов проходит в нашем городе уже четвертый раз. В этом году заявилось 40 пар. Самым маленьким всего 7 месяцев. Их выступление можно будет увидеть 1 апреля в 16 часов в культурном центре Соломбола Арт. На сцене будет происходить некое шоу, некое действие. Будут выступать пары Близнецов как отдельно с концертными номерами, а так и в этом году мы попробовали уже настоящий сводный хор из пар Близнецов. Я думаю, что такого в России еще не существует. Сегодня в Архангельске и по области ожидается облачная с прояснениями погода, местами мокрый снег. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 17. Температура воздуха от минус 2 до плюс 3 градусов тепла. Субтитры подогнал «Симон»